В регионах страны готовятся к масштабной реформе системы технического осмотра машин. По новым правилам специализированные станции начнут работать через год. Требования к процедуре ужесточатся. Грядущие изменения в законодательстве сегодня обсудили в Доме правительства. С марта следующего года при прохождении технического осмотра эксперты обязаны вести фотосъемку проводимых работ. Снимки будут передаваться в единую информационную систему. Это, отмечают в ГИБДД, должно максимально исключить факты фальсификации при техосмотре машин. По данным ведомства, в стране из-за неисправных транспортных средств только в прошлом году произошло более 6 тысяч аварий. 1 марта следующего года повышает предварительный размер штрафа за административные правонарушения, допускаемые оператором технического осмотра. Здесь, конечно, нам надо поработать информационной политикой, агитацией, пропагандой, что все участники дорожного движения должны знать, какая будет ответственность на них возложена. Страфы на должностных лиц возрастут на три раза, юридический лиц практически четыре раза. Предлагается увеличить количество экспертов на линиях диагностики. Наличие только одного эксперта на одной линии не сможет обеспечить прохождение технического осмотра. Каждый пункт сможет обслуживать строго определенное количество автомобилей ежедневно. Данное значение будет занесено в ЕАИСТа. Прием будет прекращаться автоматически, если отклонение от норм превысит 5%. То есть система просто не даст оформить диагностическую карту, что позволит исключить факты проведения фальсифицированных техосмотров, а также поможет избежать очередей на пунктах техосмотра. По новым правилам автомобили, со дня выпуска которых прошло 10 лет, должны проходить техосмотры ежегодно. ТО для легковых машин возрастом от 4 до 10 лет станет обязательным один раз в два года. Полностью освобождаются от технического осмотра транспортные средства младше 4 лет. Особый порядок предусмотрен для такси, спецтранспорта и грузовиков. Груза подъемности до 3,5 тонн. Мототранспортные средства прицепа и полуприцеп возрастом до 10 лет теперь обязаны проходить технический осмотр раз в два года. Все такси старше 5 лет должны будут проходить техосмотр раз в полгода, до 5 лет каждый год. Также ежегодно проводят технические осмотры автобуса и другие виды транспорта для перевозки пассажиров. Раз в полгода процедура технического осмотра должен проходить и спецтранспорт. К травматизму на дорогах чаще всего приводят несоблюдение правил дорожного движения. Езда за рулем под шофе серьезная проблема. Только за прошедшие выходные в республике задержали более 30 нетрезвых водителей. И вы сегодня знаете, федеральный законодатель в этой части идет по пути ужесточения законодательства и ответственности тех людей, которые, садясь пьяными за руль, совершают дорожно-транспортные происшествия и в итоге происходят летальные случаи, вплоть до конфискации автомобиля. На особом контроле ДТП со смертельным исходом. Члены правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения теперь будут детально разбираться, своевременно ли была оказана пострадавшим медицинская помощь. И если нет, то почему. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.